А у нас в студии уже есть гость. Александр, я передаю вам слово. Спасибо. Я напомню, что сегодня для россиян особенный день. Сегодня день Конституции. Что такое Конституция? Это такой очень сложный вопрос. И я бы сделал небольшой исторический экскурс. Дело все в том, что когда-то 14 декабря 1825 года, известная дата, было восстание на Сенатской площади, люди требовали, ну скажем, Конституции и устранения самодержавия. Так вот, подговоренные инициаторами толпа кричала, да здравствует Константин, так звали брата Александра Первого, да здравствует Конституция. Так вот, они считали, что Конституция это его жена. Что же такое Конституция? На самом деле мы сегодня поговорим с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Таврической академии КФУ Анохиным Александром Николаевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что такое Конституция и откуда она взялась? Само слово Конституция переводится с латинского как учреждение, устройство. Конституциями назывались указы римских императоров, но к современному пониманию Конституции вот эти акты не имеют значения. С точки зрения современной теории, Конституция это сложный документ, который закрепляет базовые связи между такими субъектами, как народ, личность, государство, общество. С этой точки зрения, конечно, выделяют и разные аспекты понимания Конституции, то есть разные смыслы. Прежде всего, Конституция это учредительный документ, закрепляющий учредительную волю народа. Далее, Конституция это правовой документ или юридические документы, которые в системе нормативно-правовых актов занимают верхнюю позицию. Здесь как раз вот и кроется одна из характеристик Конституции в качестве основного закона государства. То есть ни один нормативно-правовый акт не должен противоречить Конституции. Далее, Конституция это еще и политический документ, закрепляющий основы политической системы общества. Конституция это и экономический документ, закрепляющий основы экономической системы общества. Следующий аспект. С точки зрения договорной теории, Конституция может быть рассмотрена как договор, заключенный между народом и государством. И в развитии этой теории Конституция – это документ, закрепляющий в себе компромисс, достигнутый обществом, его различными политическими силами на определенном этапе развития общества. Ну и для полноты можно отметить еще и марксистскую характеристику Конституции, что это инструмент классовой борьбы в руках господствующего класса. В более простом варианте Конституция – это визитная карточка государства и общества, которая содержит с одной стороны первичную информацию, но с другой стороны фундаментальную информацию о конкретном государстве и обществе. То есть это по сути альфа и омега ядро государства? Да, это ядро именно правовой системы государства. Базовый документ – источник всего права конкретного государства. А скажите, откуда в России взялась Конституция, когда она появилась, может быть, в советский период? Да, Россия имеет свою национальную, можно так сказать, конституционную традицию. Условно мы можем три этапа выделить. Первый этап – это дореволюционный период царской России, как это ни парадоксально, советский этап и этап уже после распада Советского Союза. Что касается дореволюционного этапа, вы уже упоминали здесь восстание декабристов. Так вот, начиная с Николая I, когда он в 1920 году поручил выдающемуся российскому деятелю разработать проект Конституции, то эта работа была завершена в 1932 году. И уже, скажем так, 15-томник, который был создан, содержал в себе первый том, который фактически заключал основы государственного права. Вы знаете, дело все в том, что мы сегодня подготовились и наши корреспонденты вышли на улицу для того, чтобы спросить у симферопольцев про Конституцию и, может быть, спросить у них какие-то пожелания относительно этого великого праздника для всей России. Давайте перейдем к перекрестку и узнаем, что же думают симферопольцы. Поздравляю всю нашу страну, Крым, все республики наши. Большим праздником, не в Конституции. И пожелания. И чтобы все было, у народу все было хорошо. Особенно побольше денег. Я желаю всей стране, чтобы исполнялись все законы, которые приняты в нашем государстве. Счастья, здоровья, любви, благополучия. В семье, чтобы было все хорошо. Побольше благодарить за то, что мы имеем. Вот вообще мое такое пожелание. Потому что все не так плохо, как кажется. Конечно, это большой праздник. Я поздравляю всех. Хочу, чтобы наша страна развивалась. Чтобы все были в достатке. Ну, всего-всего самого хорошего. Вся страна с праздником вас. Поздравляю. И желаю всем, всем, как говорится, чтобы исполнялись все законы, которые прописаны в этой Конституции. И чтобы люди себя чувствовали защищенными. Мы очень поздравить с этим праздником россиян, естественно. С днем Конституции – это очень важный праздник и нужный. Чтобы все его соблюдали, это самое главное. Потому что Конституция – это закон всего. Всего, как говорится, в России. Ну, пожелать всего самого хорошего в этом году. И не нарушать Конституцию, прежде всего. Пожелание жить лучше. И не лицемерить нигде. Я поздравляю всех с днем Конституции. Какие пожелания, не знаю. Россия вперед! Здоровья крепкого, любви. Ну, всех исполнения, всех желаний. Всего хорошего, всем-всем. Поздравляю всех с предзамечательным праздником, днем Конституции. И желаю, чтобы вся наша страна вместе жила по закону. В первую очередь Владимира Владимировича Путина хочу поздравить. Я его обожаю, поэтому здоровья, здоровья, здоровья. Ну, а для народа что хочу сказать? Быть оптимистами, верить в будущее, надеяться, что все будет хорошо. И хорошо, что у нас такой праздник, день Конституции. Хочу пожелать терпения, главное терпения в нашей стране. И продержаться этот суровый перемен в наши непростые времена. И все будет хорошо. Россия, вперед, наш президент, прорвемся в любом случае. Спасибо, мира, здоровья всем, удачи. С наступающим Новым годом. Ну что же, спасибо симферопольцам, довольно исчерпывающие пожелания. Боюсь, что добавить нечего. Расскажите, пожалуйста, когда была принята Конституция в России? Да, здесь уже отдельная своя интересная история. В 1991 году съезд народных депутатов Российской Федерации сформировал Конституционную комиссию, которой и было поручено разработать проект новой Конституции. Однако в 1993 году президент Российской Федерации своим указом 20 мая утвердил альтернативное Конституционное совещание и внес свой альтернативный проект. И уже с июня по октябрь Конституционная комиссия и Конституционное совещание занимались разработкой совместного проекта новой Конституции Российской Федерации. Конечно, учитывались и многие другие пожелания всех создателей. И уже 12 декабря на референдум был вынесен именно этот компромиссный проект Конституции, который уже был согласован. И 12 декабря 1993 года считается днем принятия Конституции. Но в заключительных положениях Конституции сказано, что Конституция вступает в силу не с дня принятия, а с дня опубликования. Поэтому мы выходим на такую дату, как 25 декабря 1993 года. Конституция была опубликована в российской газете, это орган правительства Российской Федерации, и в газете «Российские вести», официальный орган печатной администрации президента Российской Федерации. И вот 25 декабря 1993 года, это и есть вот та конечная дата, когда прежняя Конституция 1978 года утратила свое действие, а вступила в действие уже новая Конституция. То есть до того, как вступила новая Российская Конституция, действовала Советская? Действовала Советская Конституция РСФСР от 1978 года. А сильно отличались Конституции Советская от новой Российской? Действительно, отличие существенное, потому что новая Российская Конституция, с одной стороны, закрепляла либеральные ценности, с другой стороны, фиксировала сильно российское государство. В советский период, как мы знаем, традиционные либеральные ценности, они, конечно, не могли быть вынесены на конституционный уровень. То есть это вот уникальность новой Конституции, соединение традиционного либерализма с сильным федеративным российским государством. Скажите, а что, грубо говоря, попунктно содержится в Конституции? Какие права, законы утверждаются? Значит, сама Конституция включает в себя преамбулу и два раздела. Первый раздел содержит 9 глав и всего 137 статей. Второй раздел содержит 9 частей. Если перечислить главы, то это основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, глава государства, федеральное собрание, правительство Российской Федерации, судебная власть, прокуратура, местное самоуправление. И последняя, девятая глава, это конституционные поправки и пересмотр Конституции. Второй раздел, он статьи не содержит, но содержит 9 частей, которые, в общем-то, регулируют порядок ввода новой Конституции в действие. Потому что из одного конституционного пространства Россия перешла в другое, фактическое конституционное пространство. Скажите, а вот абсолютно любая страна имеет Конституцию. Есть такое понятие, что одна Конституция более современная, актуальная, другая Конституция более устаревшая. В этом плане Россия на каком статусе? С этой точки зрения Россия находится на передовых позициях. Если мы сравним с американской Конституцией, которая была принята еще в 1787 году, то в этом аспекте, конечно, Российская Федерация вобрала в себя весь лучший мировой конституционный опыт. И вот те конституционные традиции, которые были выработаны мировой практикой, Российская Конституция полностью вобрала в себя и служит образцом. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Вы по-настоящему интересную рассказали нам информацию. Думаю, что для всех она была полезной и интересной. Я напомню, что у нас в гостях был кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Таврической академии КФУ. Анохин Александр Николаевич, большое вам спасибо еще раз.